Черноморская столица Грузии Батуми все больше становится похожа на турецкие города. А Аджарию эксперты в последние годы и вовсе открыто называют проектом Анкары. Оттуда за последние пять лет в регион поступило более 400 миллионов долларов. Это при том, что весь бюджет страны не превышает 5 миллиардов. Турецкая речь там звучит едва ли не чаще грузинской, причем нередко под звуки Азана. В регионе уже построили 120 мечетей. Масштабы турецкой экспансии оценила наш специальный корреспондент Станислав Бернвальд. Грузино-турецкая граница. Здесь очень много народу. И здесь так всегда. Все дело в том, что ежедневно жители Аджари уже в течение многих лет переходят эту границу для того, чтобы устроиться на работу в Турции. Работают сезонно, работают на рынке, работают в ресторанах и кафе, работают сборщиками чая. Ну а обратно, когда сезон заканчивается, везут вещи, сигареты и вот такой трафик уже существует несколько лет. Близость к турецкой границе, безвизовый режим между Турцией и Грузией – это возможность для жителей регион найти работу. Вне зависимости от особенностей туристического сезона. Заниматься бизнесом в Турции простым грузинам практически невозможно. Зато как наемная рабочая сила они очень востребованы. На хозяина работают, но они и так все работают. По другую сторону границы все совсем наоборот. Турецкий бизнес агрессивно захватывает регион. На Кутаисской улице в Батуме не найти грузинского ресторана. Сплошь турецкая речь, турецкие рестораны, турецкие правила. Туркизация целого региона уже видна невооруженным глазом. Турецкий фактор в Аджаре доминирующий. Не только как, скажем, какой-то иммиграционный поток, который, ну, они прибыли и остались. Турция поощряет присутствие своих подданных в Аджаре кредитами, судами беспроцентными. В Аджаре турецкое присутствие всегда было ощутимым. Но, по словам экспертов, за последние годы влияние на экономику и даже на политику растет в геометрической прогрессии. По словам экспертов, этот процесс уже не остановить. Присутствие турецкого фактора в Аджаре можно считать, что фиксируется практически после того, как Грузия стала самостоятельной страной. После объявления независимости. Ну, лет 30, как уже примерно. Идет наращивание процесса. И максимально пиковое состояние достигло это во время справления Саакашвили. Совокупность факторов такого турецкого влияния на Аджарию не может не сказываться на самих аджарцах. Аппетиты, как говорят местные жители, у Турции в регионе только растут. Вообще у них вот куплено половина в Батуми дома, и там у них открыто все, рестораны. То есть они здесь в сельскую часть вообще никак не касаются? Не, не, не. Здесь в сельской хозяйстве ничего нету, значит, никакого это нету. Статистики о том, сколько жителей Турции осели в Аджаре, нет. Но уже сейчас здесь все понимают, влияние Турции год от года становится только сильнее. Станислав Бернвальд, Михаил Девяткин, Вести, Батуми, Грузия.